Я напоминаю, что мы изучаем книгу пророка Ишаягу, шестая глава, и сегодня мы собираемся перейти с седьмой. И напоминаю, что все свои занятия посвящаю Любоват Михаэль, ее памяти и возвышению ее души. Значит, мы с вами делаем обратно, возвращаем скриншир, возвращаемся к шестой главе, и все, я надеюсь, мы с вами готовы. Мы хорошо помним, что шестая глава – это начало пророчества. Ишаягу говорят о том, что это его избрание быть пророком, но, по всей видимости, он пророчествовал еще и до этого времени, так как мы видим, что он готов к сильнейшим пророчествам, просто его пророчества не были такие глобальные, объемные. Вот это пророчество в этой главе он получает задание, шлихут поручения от Всевышнего с тем, чтобы идти к народу. И мы с вами говорили, что Ишаягу видит видение, когда он видит, как престол Всевышнего поднимается из святая святых, и то, как рая одежда наполняется святая святых. Это означает, что щена начинает уходить, и он пугается того, что он увидел на столь высоком уровне, он увидел контуры, отчертания, образы Всевышнего, как бы Всевышнего. Он считает, что это недопустимо, пугается, говорит, горе мне, что мне представилось, ибо я нечист устами, и живу среди народа нечистого устами. Мы говорили о том, что нечистота усты – это извращенные понятия, неправильные понятия, потому что, когда мы говорим о речи, нельзя говорить просто о словах, а нужно говорить о смысловой нагрузке, и поэтому нечистые уста – это когда я пользуюсь понятиями, а понятия как бы с духовным миром соединяются неверно, они нагружаются неверным смыслом, потому что я живу среди народа с нечистыми устами, и за это он был тут же наказан, увидел видение, как ангел берет убыль за жертвенника и прикасается к его губам и говорит о том, что снят его грех, и будет искуплен его грех. И более-менее рассматривали как-то все эти моменты, при этом можно вспомнить, что он слышит от ангелов окружающих престолов, он слышит свят, 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 три раза свят, и наполнена вся земля славой его. И это видение, как мы с вами говорили, это ответ народу, который думает, что Всевышний оставил землю совсем, видение означает, что Всевышний отдалился, то есть его не забудет почувствовать и увидеть, так как раньше он отдаляется, и чувства, и разум человека становится более такими тупыми для восприятия духовного мира, но он никуда не уходит, полна вся земля славы его, и пророчество остается сыновьями Израиля до сих пор. Это ответ сыновьям Израиля на представление, что Всевышний оторвался от земли, оставил ее, бросил. Я не хочу подробно возвращаться к этому. И Всевышний спрашивает, кто пойдет. И Шаяу говорит, пошли меня на поручение ему, чтобы оточни, сделай бесчувственным сердцем народа этого, и уши его отяжелья, глуши глаза его, и отврати, чтобы не увидели глазами своими, и не услышал ушами своими, и не понял бы сердца его, и не обратился бы он, и не исцелился. Мы говорили о том, что перед шубой и раскаянием не стоит никакая сила, и эти слова нельзя понимать буквально. Просто Всевышний говорит, И Шаяу, говори с ними, не снижая планки о всех проблемах, они тебя не будут понимать, а ты продолжай, им будет еще труднее понимать тебя. Но пророчества, истинные пророчества, нельзя забрать от них. Во-первых, есть надежда, что все-таки проснутся, а если даже нет, то придет время, когда они поймут и услышат все эти пророчества. Он сказал, я до таких пор Бог, до таких пор все это будет проражаться, и Всевышний сказал, до тех пор, пока не опустеют города, оставшись без жителей и дома без людей, земля не опустеет от разорения, и удалит Бог людей, и велико будет запустение в этой стране. То есть Всевышний предупреждает об изгнании, что неверные представления о Всевышнем, они обязательно выразятся в неверных делах, и обязательно выразятся в неверных делах, и может прийти к тому, что будет изгнание. Но останется в ней еще десятая часть, то есть только десятую часть обещает Всевышний, ничего меньше, чем вышла из Египта. Оттуда вышла пятая часть, а здесь десятая часть, и вновь она будет рассорена. Но как у Висташкова, то еще могут быть проблемы и после возвращения из изгнания. Но как у Висташкова дерево, и как у дуба останется в листопад ствол их, так семя святого народа станет основой ее земли. Но обязательно всегда сохранится основа, которая, может быть, будет похожа на ствол, в листопад. Она будет похожа... Сейчас я попытаюсь впустить в аудиторию. Пытаюсь спустить в аудиторию. Не вижу, как это сделать. Окей. Просто трудно говорить и чем-то заниматься. Ну, нет, вроде нету. Вроде нету. Не вижу сейчас, чтобы кто-нибудь пробивался. Пробивался. Окей. Хорошо. Значит, мы тогда продолжаем. Всегда останется основа. Она, может быть, похожа на ствол, в листопад. Нету листвы. Но основа, из которого возродится народ, она всегда останется. Одно из представлений неверных, скажем, или ошибочных представлений, которое могло распространиться, мы поговорим о нем, когда будем говорить о следующей главе. Когда мы попадаем с вами в седьмую главу, то мы попадаем в дни правления Ахаза. И было в адни Ахаза сына Ютама сына Узиягу. Здесь, может быть, какие-то глики. Но я не думаю, что они нам сильно помешают. В адни Ахаза сына Ютама сына Узиягу. Узиягу царя Яуды поднялся рад сын царя Рама и Пеках сын Рамали. Агут царь Израиля войною не рушала им, но не смог воевать против него. Здесь у нас целая история. Мы перескочили, Ириша Яуды перескочил через несколько лет, и надо понять, что здесь произошло. Можно сказать сразу, что Ахаз становится на путь злодейства. И это удивительно, потому что его отец Ютам, как мы с вами говорили, большой праведник. И дед его Узиягу тоже отличается праведностью. Что же подтолкнуло внука встать на путь злодейства? Его злодейство велико. Он рождается идея оттолкнуть Всевышнего, чтобы Всевышний как бы не мешал. Мы еще поговорим об этом, вернемся. Для этого Ахаз прекращает изучение Торы. Он закрывает все школы и говорит, что если нет козля, то не будет и больших сильных козлов. То есть, если не будет учеников, то и не будет больших мудрецов Торы. Он преследует пророков, приходит к тому, что закрывает храм, прекращает в нем служение. В чем причина? Что подталкивает Ахаза на такое поведение? Цуфлим подчеркивает две причины. Во-первых, в его время укрепляется Ашун. Ашуру уже давно стал державой империи, можно сказать, которая угрожает всем соседним странам. И еще во времена царя Ахава, царя Северного царства, сложилась коалиция, которая противостояла Ашуру. И вот теперь новый период, когда Ашур начинает экспансию мировую, пытаясь покорить все окружающие страны. И небезуспешно политика Ашура, что если страны покоряются, то их оставляют на месте. И царь превращается в такого бассального подданного и выплачивает дань. Если страна сопротивляется, то когда ее захватывают силой или в какой-то момент она сдается, то жители ее переседают в другие места. Идея понятная для того, чтобы оторвать от корней, чтобы этот народ, который не принял власти Ашура, он утратил, скажем, силы, национальные силы, связь с землей, связь со своими божествами, идеями, которые бы позволили ему в будущем восстать против Ашура. То есть уничтожить этот народ, оторвав его от земли. До этого такой идеи в мире не существовало Ашу, это делает первым. Я с вами листаю свои страницы для того, чтобы подойти с вами к карте. Можем представить себе карту во времена Ахаза. Разделенные государства, Иуда и царство Десяти колен. На севере граничит с царством Арам. Арам разделен на несколько царств. Арам Цова, Арам Дамаск, Арам Дамесик, Арам Нараем. Здесь мы видим Арам Дамесик, который является главным противником Северного царства и постоянно ведет с ним войны. Мы помним, что Ахав погиб в войне с Арамом, с Арам Дамесиком. И здесь нависает Ассирийская империя, Ашур, который захватывает постепенно все страны. И, естественно, приближается то время, когда Ашур двинется на юг. Только внутренние проблемы и противостояние с Мидией на севере до сих пор не позволили Ашуру сдвинуться в южном направлении. Арам и Северное царство Израиль объединились вместе для того, чтобы противостоять Ассирии. Они пытаются надавить на Ахаза, царя Южного царства, для того, чтобы он присоединился к их коалиции. Но Ахаз не хочет. Он готов принять власть Ашура, но не воевать с ним. Нужно представить себе, для того, чтобы понять Ахаза, почему он встал на путь злодейства, нужно представить себе, что впервые над царством Израиля и над Елдой нависает угроза полного уничтожения или порабощения, изгнания. До сих пор такой ситуации не было, чтобы вот так вот явно грозил захват другой властью, любой империи, которая установит свой порядок. Ашур, надо сказать, он насаждал свою культуру, так как мы видим, что он старался оторвать народа от их культуры и насаждал свою культуру. Ашур, ну, нужно представлять себе такой момент, со времен Ассирии Ашура распространяется, по крайней мере, в какой-то степени арамейский язык. Это связано с тем, что ассирийский язык записывался на клинописью, на табличках, и так было очень тяжело управлять большой империей. Его искусственным образом на уровне управления страной и завоеванными странами на этом уровне его заменили на арамейский, который был гораздо более удобным, потому что он записывался на пергаменте не клинопись, а буквы, и это позволяло использовать пергамент. Это важно очень для управления страной. Все это нам позволяет понять имперские замыслы Ассирии, давление на другие народы, и не только давление не только в таком плане, физическом, но и в культурном плане, то есть Ассирия старается насадить свою культуру, сделать общий язык, по крайней мере, на уровне управления, и вот Ахаз представляет себе, что Всевышний не защищает, и скажем, Всевышний защищает, и надо искать другие источники защиты. В наше время там, скажем, представили себе, что представляют так, что железный купол, он не полностью защищает, у него есть свои недостатки, и надо разработать лазерную пушку, которая будет сбивать чужие ракеты. Вот, это мысль, которая есть в наше время. В древнем мире, где свято верили в то, что есть силы которые покровительствуют каждому народу, а Хазу приходит в мысль, что приходит в голову мысль, и он не первый, скажем, не приходит в голову, скажем, а это, надо сказать, это образ мышления, образ мышления древнего мира. В древнем мире относились к божествам, как ты мне, я тебе. Я тебе приношу жертву, я тебе ускуряю, а ты мне помогаешь. Если ты мне не помог, и враги победили меня, то божества бросали, перестали им приносить жертвы, места поклонения их приходили в запустение, может быть, потом к ним возвращались, может быть, возвращались к ним, но в принципе реакция была такая, что если война проиграна, то нет смысла поклоняться божеству. Может быть, это было не всегда, скажем, но такие моменты тоже встречались. Наверное, это было не всегда, скажем, потому что царь Мейша в знаменитом Убилиске, он это более поздний период, естественно, царь Мейша, царь Маава, вот Маав он здесь, он рассказывает своему Убилиске, что северное царство его завоевало, потому что бог его прогневался, бог Маав, и поэтому северному царству удалось завоевать Маав, сданно бы завоевать его, неважно, короче, в Абилийске царь относится к божеству, как будто он прогневался, и из-за его гнева было завоевано царство, он не гневается на божество, а констатирует факт, но такой ход мыслей тоже присутствовал в древнем мире, если божество не защищает, то зачем ему приносить жертвы, да, зря просто, зря приносить жертвы, вот, и Маав Ахаза, как бы мыслей зарабатывает таким образом, да, что если Всевышний не защищает, надо искать, надо искать пути защиты, какие пути защиты, да, это это Ашур, Ассирия, да, это сама империя, и это ее божество, в письме, которое Ахаз отправляет в Ашур, да, оно приводится в книге Малахимбет, да, он говорит царю Ашура Анухи Бинха Веудеха, я твой сын, я твой раб, то есть я не только принимаю твою власть, я принимаю твою идеологию, твоих идолов, да, то есть Бинха, сын твой, твой, не только раб, но и сын твой, я принимаю твою идеологию, да, это, скажем, то, что можно представить в отношении Ахаза. Если нам кажется, что такой ход мысли странный, то я думаю, что просто нужно больше посмотреть историю, и мы увидим, что это происходило с другими народами, и к сожалению, с новьями Израиля тоже происходило, особенно в знании, в Галуте, да, очень хорошо этот момент, скажем, этот ход мысли отражен в книге Кузари, если вы помните, что Равин начинает разговаривать с Хазарским царем, который нещет новую веру, и тот перебирает, ему приводят христианина, ему приводят мусульмана, ему приводят философа, никто не удовлетворяет его, так как он учит для себя прочную веру, новую веру, которую он хочет следовать, и он спрашивает, а нет ли еще кого-то, ему говорят, что есть еще один народ, но само его забитое положение, оно свидетельствует о том, что у него нету истины, то есть, если ты неуспешен, то и твоя идеология неверна, для периода первого храма нечего поклоняться тому богу, которому ты поклоняешься, то есть, это ход мысли, ход мысли, который не характерен для древнего мира, значит, один из первых философов, можно сказать, что можно сказать, что в общественном философии называется фалис, от него известна только одна фраза, все вода, вот не будем это сейчас разбирать, это наша тема, но для того, чтобы понять этот ход мысли, фалис, он в какой-то момент он счел так, как я могу доказать правильность своих идей, я могу только быть успешным человеком, я могу насадить виноградник, я буду ухаживать за ним, я разбогатею, это докажет правильность моих идей, то есть, неразрывно как бы неразрывно связано понятие скажем положения благополучия, оно само в себе является доказательством истинности и в древнем мире доказательством скажем правильности выбора той силы, которой нужно служить, какое-то отражение эта мысль она нашла и в гораздо более поздней книге, в книге Малахи, пророка Малахи, она начинается с того, что Малахи говорит, сказал Бог возлюбил я тебя в дом Якова, а вы сказали Бамеавтангу, чем ты нас возлюбил, пророк приходит как бы обращается от имени Всевышнего к сыновьям Израиля, говорит, Бог любит вас, он говорит, я люблю вас дома Якова, а вы спрашиваете, чем ты любишь, то есть покажи нам свою любовь, дай нам благополучие, благополучие, защиту от врагов, это есть скажем так, это есть любовь, другой любви мы не понимаем, когда мы находимся в положении зависимом от других, когда мы не процветаем, неблагополучно, то зачем говорится то, что такое тогда твоя любовь, я все это рассказываю для того, чтобы представить себе, что кажется, что такой ход мысли очень неожиданный, а он на самом деле как-то есть у него корни такие очень глубокие психологические, исторические корни такого хода мысли есть. Второй момент, который подчеркивает да, Цуфрин, когда он представляет себя Ахаза, который смотрит на своего отца и смотрит на своего деда и говорит, отец умер в 41 год, праведный царь должен был воевать, жил в постоянном напряжении, это постоянное напряжение привело к его ранней смерти. Ведь праведник, величайший праведник, Узияву, человек тоже праведный, и что? Значит, он больше 20 лет прожил на кладбище. Какой же смысл поклоняться Всевышнему? Он не отрицает существование Всевышнего, он не отрицает, что Всевышняя сила. Возможно, он признает, что он творец мира, допустим, а точно признает, но дальше работает та же мысль, которая есть у поклонников, творец сотворил силы, которые независимо от него, он сотворил их, а сам отдалился от мира. Или те силы, которые он сотворил, они его оттолкнули от мира, как мы видим и в греческой философии, и в шумерской мифологии. Мы встречаемся с этим ходом, с этой посылкой, что порождение, они захватывают власть и отталкивают первую причину. Это понятно, потому что для человека природы вторичные силы, скажем, вторичные силы, они гораздо ближе к нему, ему удобнее обращаться к ним, они более реальны, чем творец. Поэтому дворца он помещает далеко и поклоняется вторичным силам. Точно так же и Ахаз. Он верит во Всевышний, он прекрасно знает, что Всевышний управляет Израилем, и он хочет это прекратить, он хочет это прекратить, оттолкнуть его, на что Всевышний опирается, на мудрецов Тора. Через этого идет связь с народом Всевышнего Божественного присутствия. На что он опирается Всевышний, на пророков, значит, надо преследовать пророков. На храм, значит, надо закрыть храм, закрыть дома учения и преследовать пророков. При этом мы увидим, что у Ахаза сохранился страх перед пророком, но тем не менее он избрал этот путь и он намерен по нему идти. Теперь, для того, чтобы представить, что происходит в этой главе, нам нужно также представить себе, что после того, как Ахаз отказался присоединиться коалиции Северное царство и Северное царство и Арам, они начали атаковать Иуду с тем, чтобы покорить ее, с тем, чтобы сменить царя, поставить кого-то не из рода Давида и тот, кого они поставят, он будет более податливым и они смогут составить вместе коалицию против Ашура. Эти войны страшные, разрушительные. Я для вас выписал таблицу и здесь мы скажем, как бы в скобках можем представить себе, что Ахаз начинает править в 577 году до этой эры. его отец правил 16 лет с 593 года до этой эры. И мы вернемся, тут еще будут вещи важные, связанные с датами хронологии. Давайте откроем начало 6 главы и посмотрим, что здесь говорится. «И было во дни Ахаза сына и было во дни Ахаза сына Иотама и сына Узиягу царя Иуды поднялся род сын царь Арама». Мы представляем себя уже по карте, где Арам. «И Беках сын Рамальягу царь Израиля». В Израиле начался период, когда неустойчивого правления, когда цари сменяются после очередного убийства. Пеках Бен Рамальягу одни из таких людей, которые захватили власть силой. Ра Цин и Пеках Бен Рамальягу поднялись они войною на Иерушалае, но ни один из них не смог воевать против него, против Иерушалаева. Всевышний не дал захватить Иерушалаем ни одному, ни другому. Теперь, после того, как они оба совершили разорительные походы на Иугуду, но не тот, а не другой не смогли захватить Иерушалаем, говорится, и возвещено было дому Давида и сказано, Рам стал лагерем рядом с Ифраемом, то есть, теперь они объединились вместе, что-то им мешало совершить совместный поход, наверное, каждый был уверен в своих силах и попытался это сделать один, теперь они объединили после неудачи, после невозможности захватить Иерушалаем они объединились вместе, и затрепетало сердце царя из дома Давида, и сердце народа его, как-то и печет деревья в лесу от ветра. мы прежде всего остановимся на конце предложения и мы представим себе о чем говорит пророк народ боится врага и он ничего он ничего не может сделать потому что он похож на деревья в лесу у которых нету плодов как деревья в лесу шумят раскачиваются туда и сюда производят ветер шумит в деревьях никакого толку от этого шума нету так и народ волнуется ходит туда и сюда боится ситуация ужасная но нету нету тех кто бы кто бы мог организовать народ кто бы кто бы мог подумать как противостоять как противостоять врагу вообще как просто жить дальше все похоже на лесные деревья которые раскачиваются без всякого толка и у них нету плодов теперь Ахаз быстрел против одного и против другого теперь что ему это стоило и и северное царство арам завершили разрушительные походы на иуду но какие разрушительные в евреи амим рассказывается что пеках сын рамальягу он убил сто тысяч в иуде и захватил десятки тысяч захватил пленных и приглав шамрон и шамрон вышел пророк который сказал ему да вы что это же ваши братья оденьте их накормите и отправьте обратно и пеках бен рамальягу как бы каким бы злодеем он не был он испугался такого прямого обращения пророка и пленных действительно одели и накормили и отправили обратно но скажем но это не изменило ситуации сто тысяч погибло страна разрушена старший сын хаза погиб и все как-то находится в состоянии трагедии перманентной да и это это то что то что происходит то что происходит и ахаз как бы он выбрал свою позицию он от нее не отходит он остается верен он остается верен своей идее подчиниться ашуру и чего бы это ни стоило воспринять его принять его религию и все что от него потребуется да таким образом он таким образом он спасется это как бы наглядно очевидно видно что ашур перед ним не могут устоять ни не может устоять ни одна страна не может устоять перед ним ашуру 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 встать на сторону ашура сопротивление ашуру то что задумали как бы на мальяву и рацин с точки зрения ахаза это все обречено на права поэтому он присоединяется к ашуру и не изменяет своей политике даже после этих войн но что нам важно что нам важно мы говорим о пророчестве и тут мы говорим о пророчестве Ишаяху книга Ишаяху она пропустила те моменты исторические периоды которые не относились к Ишаяху там где он не вмешивался или не мог вмешаться а вот теперь мы видим в этот момент когда хас полностью растерян находится с Ярушалаем который в первой главе Ишаяху сравнивается с такой небольшой постройкой сторожевой которую строили на полях и виноградниках Ишаяху говорит и остался Ярушалаем как сторожка на на пустой бахче на пустом поле это это та ситуация вот теперь и сказал бог Ишаяху выйди навстречу Ахазу ты Ишиар Ишу сын твой концу водовода верхнего концу водовода верхнего водоема что на дороге в поле стиральщиков и скажи ему Ахазу храни спокойствие не бойся и сердце твое пусть не рабеет перед двумя остатками этих дымящихся головней плавящим небом Рацина и Арама и сына Рамальяву за то что замыслили против тебя зло Арам с Ифраемом и сыном Рамальяву сказав поднимемся на Иуду поднимемся на Иуду и уменьшим ее и разделим ее между собой и поставим в ней царем сына Тавада Тавад неизвестная как бы личность нашей истории но понятно что они выбрали какого-то человека которого они хотят поставить царем вместо Ахаза вместо Дума Давида вот так сказал Бог все сильные не свершится это и не сбудется ибо глава Арама и глава Дамеса и Рацин еще через 65 лет Ифраем будет разбит и перестанет быть народом и глава Ифраем и Шамрон а глава Шамрона сына Рамальяву А если вы не верите то только потому что вы и верны Давайте попробуем разобрать то что мы с вами прочитали выйди царяхис Киягу который продолжает дело Ахаза он делает так что он вводит в город все источники воды которые вытекали наружу и которые и которые были снаружи он вводит все все эти источники воды в город замуровав источники и пробив для них туннель так чтобы они втекали для их воды для их воды туннель так чтобы они втекали в город Ахаз ожидая нашествия нового нашествия врагов Бетер-бен-Рамальягу вместе с царем Рацином он выходит чтобы посмотреть что можно сделать с той водой которая есть около города так чтобы она не досталась врагу а была в городе он выходит туда и в этот момент должен выйти к нему Ишаяху на встречу Ахазу вот и как бы сказать ему зачем все эти старания напрасные ты ничего не сможешь сделать среди врагов если Всевышний тебя не поддержит а Всевышний тебя Всевышний тебя поддержит только чуть хотя бы чуть-чуть сдвинься сдвинься своей позиции когда ты считаешь что Всевышний не может помочь а только Божество помогут тебе сдвинься с этого хотя бы чуть-чуть и вот Всевышний туда посылает Ишаяху с таким пророчеством которое мы с вами прочитали и вернемся к нему еще и Ишаяху идет туда и тут мы первый раз с вами узнаем что у Ишаяху есть сын Шиара Ишу что можно перевести как остаток 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 который вернется Шиара Ишу остаток остаток вернется остаток народа вернется мы после предыдущей главы можем представить о чем идет речь что народ вернется не после изгнания очень интересно зачем сыну давать такое имя мы дальше увидим что еще несколько раз Ишаяху дает имена сыновьям которые которые сами по себе являются пророчеством остаток вернется мы понимаем что это пророчество если кто-то знаком с пророчеством Ишаяху то услышав это имя сразу вспоминает о нем дело в том что дело в том что во время Ахаза нельзя пророчествовать пророчество запрещено и сам Ишаяху естественно он находится в опале и то что он идет с Ахазом с пророчеством это такой очень опасный для него очень опасный для него шаг и тогда пророчество дается через или по крайней мере напоминается о пророчестве через имена детей вместо того чтобы каждый раз там скажем сказать на площади и говорить что будет останание только остаток вернется то что невозможно на площади встать невозможно Ишаяху дает имя своему сыну Шаар Ишу остаток вернется каждый раз когда упоминается это имя вспоминается о том об этом пророчестве поле стиральщиков здесь важно потому что Митраж Раба и Гемара сейчас я не помню к сожалению не помню не смогу дать ссылку точно я посмотрю Митраж Раба говорит о том что когда Ишаяху вышел к Ахазу то тот взял какой-то таз или какую-то корзину которая валялась там поскольку это поле стиральщиков там вода которую он хочет везти в город водоем который он хочет обнести обнести стеной вот он около воды там поле стиральщиков где стирают и там валяется какая-то корзина он схватил эту корзину и накрылся ей и это на мой взгляд совершенно потрясающий образ то что может быть трудно выразить словами выражает вот эта картина то есть Ахаз знает силу силу пророков как ему не знать силу пророков он вырос в вырос в Савском доме он вырос в то время когда Ишайяву пророчество пророчество как ему не знать силу пророка силу Ишайяву он знает он прекрасно знает эту силу он признает Всевышнего он признает что пророк действует силой Всевышнего но он от этой силы хочет отказаться и вот он знает что у пророка есть сила он не может посмотреть на пророка боится посмотреть на пророка но он не хочет подчиняться ему поминоваться ему и он накрывается он накрывается корзиной вот здесь мы с вами остановимся запомним что мы обсуждали поле стиральчиков и связаны с этим момент да и есть есть какие-то вопросы то я постараюсь постараюсь на них ответить я останавливаю Шиа да и пожалуйста если что-то хочется спросить я могу постараться постараться ответить я вижу что как я не знаю как считать до трех нет до десяти но если как бы все понятно то я очень очень рад тогда мы в следующий раз можем продолжить с этого момента вот я приношу извинения за задержку в начале мне очень трудно разбираться с этой техникой да вот и уже жду встречи с вами в следующий раз спасибо большое спасибо 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 Продолжение следует...